А теперь, Иван Иванович, мгновенно вот эту штучку. Если вы мне скажете, что это плохо, вы мой кровный враг на всю жизнь. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим одну из самых сложных и одну из самых красивых комбинаций в русских шашках. Белые начинают и выигрывают. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти комбинацию за белых. Позиция искусственная, но максимально приближена к позиции, которая может случиться в реальной партии. Автор, шашечный композитор Игорь Копцев. Вначале рассмотрим два ложных следа. Не ведет к победе ход FG3. Этот ход даже проигрывает. Черные полностью разбивают центр белых и затем побеждают. Вначале черные меняются. Вначале выбили шашку E3, затем выбивают шашку D2 и затем выбивают царскую шашку. Ну и в какую бы сторону белые не побили, они проигрывают. То есть сюда бить нельзя. Черные заберут 4, это проигрыш. Если побить в эту сторону, тогда черные прорываются на предамочное поле и также празднуют победу. То есть в FG3 играть нельзя. Напрашивается ход HG3 с идеей связать левый фланг черных, но он также не ведет к победе. Черные играют GH4. У белых единственный ход. Затем связывают полностью центр белых и у белых снова единственный ход. Размен вперед. Затем черные прорываются в дамки. У белых здесь конечно огромное преимущество, но выигрыша нет. Например, ну хочется отъесть шашку C7. Допустим сыграли сюда, черные ставят дамку. Белые отъедают эту шашку. И зажимают дамку черных. Кажется, что победа близка, но на самом деле здесь черные просто отдают дамку. После всех разменов выясняется, что здесь белые победить не могут. Это позиция ничейная. А к победе, друзья, вел далеко не очевидный план. Вначале белые должны были пожертвовать шашку. И затем эффектно сыграть Е4. У черных есть три варианта боя. Можно побить на G3. Можно побить на G1. Шашкой G5. И шашкой C5. Давайте рассмотрим все три плана. Так, если черные бьют Е5 на G3, тогда белые бьют на бортик. И затем красиво побеждают. Если черные бьют шашкой C5 на G1, это также быстро проигрывает. Здесь белым надо грамотно побить. Вот по такой траектории. И выясняется, что дамка зажата. То есть на единственный ход. Fe5. Просто играем Е2. Ну и как бы черные не побили, бьем дамкой. И выигрываем. Наконец, последний вариант. Если черные бьют шашкой G5 на G1, здесь к победе ведет только ход Е2. А ход HG3 это лишь ничья. Здесь черные, допустим, нападают. И белые победить не могут. Ну, можно и так даже сыграть. Здесь победы у белых нет. То есть, когда черные бьют G1 на G5, выигрывает только ход Е2. Далеко не очевидный. Снова у черных есть два варианта боя. Можно побить дамкой, можно побить шашкой. Если черные бьют шашкой, тогда бьем 4 шашки. Снова у черных есть два варианта боя. Можно побить дамкой, можно побить шашкой. Если черные бьют шашкой, тогда белые... Тут не важно куда Тогда белые бьют на поле А7 И затем также выигрывают Ну на ход АБ4 просто нападаем Нападаем И выигрываем Так, если черные в этой позиции играют ФЕ5, здесь надо сделать важный ход АЖ3 И на ход АБ4 также выигрываем Напали Напали и выиграли Так, если в этой позиции Вместо боя шашкой Черные бьют дамкой Допустим на С5 Вот в этом вся соль комбинации Самый сложный вариант Отдаем 2 шашки Ну и как бы черные не побили Бьем на поле С1 И затем Красиво побеждаем Так, если в этой позиции черные побили бы дамкой Тогда бьем Три шашки и дамку И снова у черных 2 варианта боя Так, если они бьют этой шашкой Тогда бьем Ну надо отдавать Тогда побили Ну и снова белые выигрывают Ну и последний вариант в этой позиции Если черные бьют в эту сторону Тогда побили Как бы черные не побили Бьем на С1 И выигрываем Это плохо Плохо Ответьте, уважаемый доктор Это бесподобно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!